и снова здравствуйте дорогие друзья я снова на берегах нашего чудесного небоморья там где откроется первый гидро небо парк очень скоро если не в этом так следующем году о нем и рассказывал вам других описаниях а сейчас я просто хочу показать вам наше замечательное озеро море страну фантазию небоморье чудес рядом с поляной сказок в нашем волшебном мечта о крылом лесу ну вообще-то это место отдыха для местных жителей варцы полянцев вон пляжи 1 2 по воскресеньям летом там много народа ну а так то это вообще вот такой маленький прудик здесь даже есть много рыбы и даже щуки окуни плотва красноперка чего только нет даже черепаха собственная водится вон там на бревне она живет я ее видел неоднократно ну и вот вот сколько людей по выходным здесь бывает но сейчас я вам хочу рассказать не об этом это так предыстория а история впереди как вы знаете небоморье страна фантазии это страна мечта крылых крылоруков мотыльпутов и мотыльонов космической российской федерации и у себя в мастерской где вам показывал прообраз мечтариума космосада древо чудес игрового детского детского нового новодетского дерева нового дерева вот в этой мастерской я показывал вам это все и показывал первых жителей мотыльпутов и мотыльонов детей мечтокрылых крылоруков они все практически окуклились и вот сейчас я принес их вам на эту полянку чтобы показать перед тем как они превратятся в крылатые мечты в летающие чудеса ну а по нашему по вашему как будет угодно по земному в бабочек вот они посмотрите видите я объяснял вам что бабочка даже в стадии куколки она живая видите они вот двигаются хвостики у них подвижны очень скоро они вылетят на свободу это винные бражники средний и малый бражник поросенок розовый бражник его так и называют у нас средний винный бражник англичане называют elephant хокмос бражник слоник слоник гусеница действительно очень похожа на хобот слона вот это бражники ночные бабочки ночных бабочек очень много видов и те которые я выбрал как первых жителей космозоу это конечно бражники вот основные жители они очень красивые у них очень красивые гусеницы вот но не только бражники еще павлиноглазки некоторые виды совок как она пряды волнянки и рябиды такие как краснохвост шерстолапка стыдливая и обыкновенный кистехвост античный у них очень красивые гусеницы в общем их много о них можно говорить бесконечно сейчас этот обзор краткий я напоминаю что хочу вам показать всех мотыльпутов перед тем как они превратятся в бабочек вот это вы видели гусеницы махаона вот окуклились вот пять куколок раз два три 4 5 вот так выглядят куколки из них вылетят красивейшие бабочки я вам их покажу это первые жители космоса да я напоминаю одни из самых красивых наших и больших в том числе дневных бабочек бабочек вот гусеница перед тем как превратиться в куколку ведь она съеживается и вот выглядит вот так вот последняя которая осталась в банке сейчас я вам покажу ой осторожно не зашиби наших жителей все целы все это напоминаю банки винируса банки для выращивания мотыльпутов и мотыльонов превращение их в мечтокрылых крылоруков ну иди сюда покажись детям покажем тебя детям как ты ползаешь вот гусеница махаона вот она как раз сейчас занимается поеданием своей своих любимых зонтичных растений будем надеяться что ты тоже превратишься в куколку я вам рассказывал про смирицей ну может быть ты нас порадуешь испугаешься и покажешь нам свои рожки розовые красненькие ну давай напугай меня покажи детям как ты умеешь выставлять рожки вот они вроде бы есть они похожи на язык ящерицы но я думаю что в природе гусеницы отпугивают своих врагов притворяясь более серьезными существами такими как ящерицы полюбуйтесь чем она занята по моему нет она не ест она размышляет может быть ест ладно отправляю ее обратно в мечтариум в банки винируса в неболитовые тела и о них вам рассказывал и хочу показать вам еще одних представителей космосада вот следующие у меня на очереди это белянки белянки вот я собрал яйца увидел как бабочки откладывают их на листья крестоцветных растений вот это репницы брюквеницы и капустница всем известная вот желтая вот будет около 20 гусениц я буду давать им хрен и капусту и тоже покажу вам как они превращаются из какие стадии проходят вот превращаются из гусениц вот куколки и потом какие из них вылетят бабочки ну и гвоздь программы это молочайные бражники они превратились в огромных в огромных слонов я вам сейчас их покажу я даже не боюсь что они расползутся потому что они такие стали огромные что они никуда от меня не денутся вот я высыплю их прямо в траву посмотрите я показывал их вам в мечтариуме они умещались еле-еле умещались на моем пальце а сейчас они размером практически с руку вот они все что они делают это едят они превратились вон в громадных в громадных огромных слонов вот и холожноножки я вам их показывал шип на конце тела но вот поближе вот резкость вот их лица лица которые заняты едой постоянно вот посмотрите молоча и уничтожают с космической скоростью эти космические мотыльпуты только и успевай вот это свежие листики а палки я только что все выкинул остаются вот одни голые вот такие вот палки после того как они обгрызают все вот у меня три молочайных бражника вот вот один и вот еще двое из ларца из ларцевых полян вот они какие красивые вот посмотрите как он точит точит сейчас мы уберем эту травку чтобы было вам хорошо видно вот как гусеницы питаются как бритвой срезают и вот они наели наели себе вот такие вот тела тоже хоботы куколка у них будет примерно вот такая да это бражник у нас средневинный я вам говорил он виде гусеницы вы тоже видели его он выступал у нас в космозоу в космосаде я назвал его папины глаза потому что он выступал вместе с павлиним глазом это как вы знаете в космической российской федерации эта бабочка называется мамины глаза но это вот мало чайный гбра мало чайный бражник мало чайник такой чайник скоро вы все их увидите виде артистов живого театра циркотеатра я об этом делаю сегодня публикацию и скоро вам покажу видео материал репетицию из моей мастерской вот такие вот жители вот последний махаон я его вот сюда сложил обратно в банку вон он он наверно уже не ест а будет оплетать оплетать себе нитью готовить место для куколки вот они съеживаются вот так вот вот скидывают последний последняя линька у них шкурку скидывают и превращаются вот в куколке давайте покажу вам вот еще сблизи на руке вот очень красивые куколки дневных бабочек называются еще хризалиды от слова хризалис золото потому что видите они действительно как золото блестят куколки махаона махаон папилио махаон парусник бабочка парусник парус небесной россии у нас в космической российской федерации так все-таки попробую сейчас пригласить одного из мало чайных бражников мало чайные братья не молочные но мало чайные братья братья и сестры ползи давай покажи нам как ты передвигаешься они такие смешные и действительно похоже на хобот слона только эти уж сильно разноцветные а сейчас он покинет лист мало чая которому он так привык он видите хочет пуститься в путешествие в неизведанное на или нет свою любимую еду ты ни на что не променяешь нет есть есть и есть вот девиц девиз гусениц но они едят не ради еды знаете как есть такая пословица или притча жить чтобы есть или есть чтобы жить вот они едят чтобы жить то есть они делают это для того чтобы накопить запасы для вот чудесных превращений которые протекают вот в таких куколках по преобразованию вот этого ползучего существа рожденный ползать может летать и для этого требуется очень много энергии для вот химических реакций которые происходят внутри вот этой куколки вот чтобы обеспечить такую энергию они съедают много растений плюс есть бабочки которые дальше питаются нектаром такие как махаоны а есть которые не питаются вовсе как некоторые например павлиноглазки вот ну бражники они тоже питаются но тела у них большие тоже пушистые как мишки и они тоже едят питаются вот поэтому видите вот такая вот большая гусеница она накапливает очень много веществ в своем теле преобразует растительные волокна вот в животные мышцы своего тела которые потом в куколке превращаются в том числе в крылья и таким образом образом рожденный ползать летать может у нас в космической российской федерации все именно так давайте я посажу их обратно в свою банку винируса дорогие товарищи храните ваши мечты и чудеса в банках винируса если конечно они у вас есть мечты и чудеса ну а если нет тогда мы идем к вам напоминаю что проект космическая российская федерация так же как и неотъемлемый неотъемлемая ее часть проект космозу мечтари космосат на земле это проект для и для детей для взрослых детей да все мы дети по крайней мере до пенсии это наш девиз ну дорогие мои мотыльпуты и мотыльоны я показал вас детям перед тем как вы превратитесь мечта крылых крылоруков и вас я тоже покажу детям ну а сейчас еще раз покажу вам немного чуда нашего небоморья нашей волшебной поляны чудес поляны сказок и чудес нашего волшебного мечта крылого леса вот это замечательное место такое же одно из многих которые находятся и там и там там например вот и есть ларцевый поляны щуровский лесопарк вот там далеко дубовая роща щурова я ее тоже вам показывал ну а здесь наши поляны полигон небоморье наш замечательный пруд озеро надежды море чудес вот здесь отдыхают люди человек земной человек сапиенс ну а мы люди скайруса люди летающие я человек летающий человек небесный люди винируса люди созидающие человек созидающий человек древесный и люди океаруса люди чудесные люди созидающие скайрус винирус и океарус напоминаю это планеты космической российской федерации наши бывшие марс венера и луна все только начинается до новых встреч дорогие дети дорогие люди я полетел космическую российскую федерацию но я не прощаюсь с вами я говорю вам до свидания здесь на земле и на скайрусе винирусе и океарусе космической российской федерации